В мае и сентябре в квитанциях за отопление многие волокжане видят сумму за весь месяц, хотя тепло в квартирах есть лишь половину этого периода. Это один из вопросов, которые чаще всего поступают на горячую линию Центра по работе с населением. В целом, около 70% звонков касаются именно платы за тепло. Такая проблема возникает у жильцов тех домов, где нет общедомового прибора учета на тепло. Как правило, это дома деревянные, где просто по техническим причинам нет возможности установить такой счетчик. Поэтому закон предусматривает следующий подход. Вся потраченная за год тепловая энергия делится поровну на 9 месяцев, исключая только лето. В многоквартирных домах, где нет общедомовых приборов учета на тепло, плата за отопление рассчитывается ежемесячно в равной сумме с сентября по май. Каждый месяц насчитывается одинаковый размер платы, который установлен областью и соответствует нормативу потребления. Эти правила предусмотрены в 354-м постановлении правительства Российской Федерации и вполне законные. В домах, где есть прибор учета, размер платы ежемесячно отличается. И, например, плата за сентябрь может сильно отличаться от платы за холодные месяцы, зимние месяцы. Чтобы узнать, как начисляется плата за тепло, жильцы всегда могут обратиться в Центр по работе с населением или в свою управляющую компанию. Также все свои вопросы можно задать по телефону горячей линии 58-03-26. Она работает с 11 до 13 часов. Вероника Гаврильева, Максим Тышковец, Вологда, Портал.